Если не закончу, последствия будут печальными. Конец того мира, который мы знаем. Как конец недели, только ещё печальнее. Всем привет! Вы на канале Диафплей, и сегодня мы будем продолжать проходить поломанных тяночек. Ну а перед началом не забудьте поставить лайки и написать комментарии под этим видосом. Вот как-то так. Ну что ж, а теперь погнали! Мы снова погружаемся в молчание, пока Рина доедает остатки своего обеда. Я смотрю на свою поклажу, сверяясь с... Мишином списком. Похоже, я достал всё за исключением фанеры. Ну, думаю, я всё нашёл. Молодец, можешь идти, я не возражаю. Я всё равно собиралась вздремнуть. Тебе ведь нужно делать с... Тебе ведь нужно делать с этими вещами то, что собирался? Или, может быть, тебе нравится наблюдать за спящими девушками? Эээ... Я не уверен, как это следует понимать. Но Рин выглядит серьёзной. Даже если бы и нравилось, думаю, мне пора. Ещё... Ещё увидимся, Тедзука! Можешь звать меня Рин? Думаю, на данном этапе наших отношений... Я могу тебе такое позволить. Я собираюсь уйти, но поддаюсь внезапно накланувшему на меня желанию сказать... Шо-то ещё. Хорошо. Тогда я Хисао. Тогда да. Охуеть поговорили. Рин смотрит на меня прямо в упор. Но угрожающего чувства, которое обычно бывает в такой ситуации, не возникает. Будто она на меня и вовсе не смотрит. Она пару раз моргает, и я не могу понять, почему внезапно между нами повисла пауза. До встречи, Хисао. Кажется, на её лице мелькает тень улыбки. Я тихо пячусь вон из комнаты, закрыв перед лицом дверь... Закрыв перед лицом дверь, я шепчу. Какая загадочная девушка. Из класса приглашённо на распев слышится. А я слышала... Чё она слышала? Блять! Я вздрагиваю от неожиданного появления Миши. Чьего приближения я не услышал. Несмотря на тишину, царившую в коридоре. Каким-то образом она подобралась ко мне на расстояние прыжка не издал ни звука. Мурашки по коже. На мгновение я вспоминаю про сумас... Про сумасбродную теорию Кензи. О всемирном тайном обществе феминисток. Но тут же отбрасываю эту мысль подальше. Ёпарацата, господи! Откуда вы все берётесь? Сидзуна, стоявшая чуть поотдаль от Миши, выглядит отчуждённо. Поскольку не могла услышать замечание привлекшего внимания Миша. Но Миша явно возбуждена. Вы хотя бы презервативами пользуетесь, окей. Нет, постой, важнее кто там. Сегодня в кружке нет занятий. Она пытается с любопытством заглянуть из-за меня. Несмотря на то, что закрытая дверь не даст ей ничего увидеть. Чё вы здесь делаете? Тебя так долго не было, что нам пришлось прийти и проверить, что стряслось. Нехорошо, Хитян. Она грозит мне пальцем. Я нашла фанеру, но остального до сих пор не хватает, потому что ты капуша. А, прости, я всё нашёл. Как раз собирался принести. Думаю, ты нас малость подвёл, Хитян. Интересно, кто это там с тобой был? Миша что-то быстро говорит Сидзуна. Пару раз указал на своё ухо. Сидзуна тут же протискивается мимо меня к двери и открывает её. Могу только представить тот шок, который она сейчас испытает. С её трудолюбием и жизненными принципами ей не под силу вынести дерзость, с которой некто осмелился портить школьное имущество, используя его в качестве поверхностей для сна. И действительно, она смотрит на Рин, застыв на месте. И только её плечи едва заметно дрожат. Как мне кажется, из-за подавляемой ярости. Вместо того, чтобы взорваться, Сидзуна, сделав несколько глубоких вдохов, поправив очки, с шумом захлопнув дверь, принимается неистово жестикулировать Миша. Может быть, она и взорвалась, только я этого не понял. На меня она тоже бросает тяжёлый взгляд, как будто я был каким-то образом виноват в том, что Рин спит на одном из столов. Надеюсь, у неё не возникло никаких сомнительных идей насчёт причин моей задержки. «Эй!» Голос Рин доносится из-за закрытой двери. И через пару мгновений я понимаю, что для неё может быть проблематично открыть её. Я открываю дверь. Рин стоит сразу за ней и глядит на нас полузаинтересованно-полусонно. «Привет!» «Мистер Дзука, что же вы творите? У вас абсолютно нет никакого права использовать школьное имущество для таких... постыдных... занятий!» «Как внезапно народу-то прибыло? Не знала, что я так популярна». «Сложно сказать, довольна она таким поворотом событий или нет». «Эээээ... Аж... От журуп не хватает совсем управиться». Во всяком случае, она игнорирует... Игнорирует выговор Сидзуна Миша. Так что им ничего не остаётся, кроме как оставить эту тему. Сидзуна стучит Мишу по плечу и указывает на Рин и делает... Несколько быстрых жестов. «Неважно, насколько вы популярны, пожалуйста, больше так не делайте!» «Кстати, как продвигается ваш проект? К фестивалю всё будет готово!» «Невзирая на давление, оказываемое ледьяным взглядом Сидзуна, Рин смотрит на них вполне непринуждённо и вообще безучастно». «Ээээ... Я тоже постоянно об этом размышляю». «И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и». Задумываясь над этим, серьезнее. Когда Сидзона получает ответ от Рен... Получает ответ Рен от Миши, то неудовлетворенно хмурится. Мистер Дзука, пожалуйста, попытайтесь подойти к этому ответственнее. Будет катастрофа, если стена будет выглядеть так, будто кто-то швырнул в нее свой обед. Рен утвердительно кивает. Обязательно задумываясь, серьезнее. Миша в ответ хихикает на Сидзона и не думает этого делать даже после перевода. Она только качает головой, забирает у меня материалы и уходит в сопровождении Миши. Рен задумчиво хмурится, наблюдая за удаляющимся дуэтом школьного совета. Как грубо. Однако это правда. Мне надо закончить проект до выходных. Если не закончу, последствия будут печальными. Конец того мира, который мы знаем. Конец... Как конец недели, только еще печальнее. Гораздо печальнее. Наверное, отложу свой сон на необозримое будущее. Я уже собираюсь спросить, над каким проектом она работает и что за апокалиптические последствия. Но она уходит обратно в кабинет. Не мог бы мне помочь, раз ты ничем не занят? А может и занят, откуда ты знаешь? Банка с краской не влезает в мою зумку, но она мне нужна. Она легонько пинает огромную банку краски, лежащую на полу рядом со столом. На котором она сидела и спала. Та в ответ издает глухой звон. Будучи джентльменом, я, естественно, поднимаю ее. Тяжелая! Да, конечно. Куда ее нужно отнести? В другое место. Нихуя себе, как очевидно. С этими словами она выходит в коридор. И мы с банкой следуем за ней, поскольку особого выбора у нас нет. Теперь, когда Сидзона и Миша ушли в коридор, тих и пуст. И мы тоже направляемся к лестнице на другом его конца. Каждые 10 или 15 или 20 шагов мне приходится перекладывать банку из одной руки в другую, потому что ее тонкая душка врезается мне в ладонь. Но, хоть и руки благодаря этому меньше устают. Рин идет передо мной неровной походкой. Под которую трудно подстроиться. Или, может быть, это я иду странно из-за лишнего веса. Кажется, что кто-то из нас постоянно идет то ли слишком медленно, то ли слишком быстро. И я не могу понять, кто именно. Через два лестничных пролета появляется проблема в виде фельдшера с его лисьей ухмалкой. О, Накай, какое совпадение! И Тедзука, конечно! Он любезно кивает Рин, которая не отвечает на его приветствие. И поворачивается ко мне, потому что явно хочет поговорить именно со мной. Я кое-что забыл упомянуть в понедельник. Я киваю и невозмутимо жду, потому что мне в голову не приходит, чего бы он мог там забыть. Однако, врезающаяся все глубже в кожу душка также не добавляет мне энтузиазма. Насчет твоих лекарств. Почему ты перешел на них не так давно? А поскольку ты перешел на них не так давно, могут быть неожиданные побочные эффекты. В зависимости от которых нужно будет подкорректировать дозы или даже сменить лекарства. Я буду ли регулярно брать у тебя анализы? Но я хочу, чтобы ты сообщил мне об отключениях в сво... Отклонениях в своем состоянии. Если ты понимаешь, о чем я. Тошнота головная, боль, что угодно. Приходи на прием, если что-нибудь случится. Хорошо. Так, как дела? Все в порядке. Я сдаюсь и опускаю банку на пол, прежде чем ответить. Видимо, это займет больше времени, чем могут выдержать мои бицепсы. Я собираюсь ответить общей фразой. Но осознаю, как часто я это делал в последнее время. Другие люди у меня тоже об этом спрашивали. Учителя и ученики. Мои родители, посетители, медсестры и врачи в больнице. Все, кажется, обеспокоены этим вопросом. Да, естественно, для больницы, но для школы не очень. Но эта школа исключение. Она невелика, и отношения между учениками и преподавателями здесь очень близкие. Во всяком случае, такое у меня чувство. И в такую школу ученики переводятся нечасто. От этой мысли у меня бегут по спине мурашки. А я все равно даю стандартный ответ. Это замечательно. И еще кое-что. Мои источники сообщили, что ты не был ни на школьном стадионе, ни в бассейне. Так что я хочу поинтересоваться, выполняешь ли ты упражнения, которые я рекомендовал? Конечно, нет. Но такая постановка вопроса вызывает ощущение, что я должен был с самого первого дня прям-таки надрываться на беговых дорожках. У вас есть шпионы? Не совсем. Просто я со многими знаком. Но у нас другая тема разговора. Не пытайся от нее увильнуть. Ну, я вот как раз выполнял импровизированное упражнение. Подъем тяжестей. Я несколько раз поднимаю и опускаю банку, изображая жалкую пародию на культуриста, хоть она и врезается болезненно мне в руку. Глупая ухмылка на секунду исчезает с его лица, а потом, как ни в чем не бывало, возвращается на место. Тедзука, позволь, мы с ним поговорим. Фельдшер хватает меня за плечо и, не дожидаясь разрешения Рин, в котором он и не нуждается, тащит меня в сторону. Когда я говорил тебе про упражнения, я не шутил. Я понимаю, что это только твоя первая неделя, но, пожалуйста, не умаляй их значимости. Я привык трудно сформи... Привычки трудно сформировать, поэтому я так настойчиво этого тебе требую. Чем больше ты будешь увиливать и откладывать, тем труднее потом придется. И так совсем, например, с диетой. Можешь пообещать мне относиться к этому серьезнее? Блядь! Да! Да, я обещаю. Определенно. Он накидывает меня изучающим взглядом, а затем поджимает плечами, снова улыбаясь. Хорошо, вот так-то лучше. Если ты завтра с утра пойдешь на стадион, то встретишься с моим шпионом, который наверняка не откажется не откажет тебя в консультации. И если ты захочешь немного побегать. Это-то, короче... Пруженка, что ли? В консультации? Еще увидимся! Он уходит без ответа, помахав рукой. А я подхожу к рим, которая ждет прозноопер... опершийся стену коридора и разглядывая тусклые светильники на потолке. Даже когда я подхожу, она не отводит от них взгляда. Ты принимаешь лекарства от своей сердечной болячки? Блядь, ну очевидно, да. Ты подслушивала? Мой тон более обвиняющий, чем я планировал, будто я на нее ругаюсь. Но если и так, я не хочу об этом говорить. Я только что ее встретил и не знаю ее. Это не ее дело! Фельдшер, похоже, тоже не знаком с понятием врачебной тайны. Разговорит о таких вещах на людях. Но Арен ведь в этом не виновата. Я гляжу на нее, внезапно почувствовав себя виноватым. Но Арен лишь смотрит куда-то через мое плечо, а ее голова наклонена, как у птички. Не знаю, почему для меня это так сложно. Чувство, будто есть какой-то непостижимый замок, не позволяющий мне быть более откровенным в этом вопросе. Да, они для моего сердца. Тебе от них лучше? Нет, не особо. Просто чуть менее плохо. Арен смотрит на меня еще немного, ничего не говоря и без каких-либо различимых эмоций. Я благодарен ей, что она ничего не сказала. Думаю, я еще не вполне привык ко всему этому. В больнице с этим было проще, но я еще не разобрался, как жить нормальной жизнью со своим недугом. Мы выходим из главного здания. Рин ведет меня в сторону общежитий. Мы останавливаемся у небольшого клочка зелени перед зданием общежития. Общежитие построено на небольшом возвышении, окруженной стеной и несколькими деревьями, которые всем каждый раз приходится обходить. Это, наверное, единственный просчет в планировке школы. Вся стена построенная из таких же кирпичей, что и само здание, покрыта своего рода картиной. Большая ее честь не более чем набросок, быстрые мазки, сделанные черной и белой красками по серой штукатурке, покрывающей практически всю длину стены. Но некоторые места выглядят более законченными. Тут лица людей, ноги и руки. Однако я не могу с уверенностью сказать, что именно изображает картину в целом. Ступки чего-то напоминающего банки с красками, штабелями располагаются на земле вдоль стены. Видишь, работа над левой частью едва сдвинулась. Все потому, что вчера у меня не было настроения. И я сдалась, взамен пошла медитировать. И тут внезапно настало утро. Надо бы мне над ней поработать. Но ребята из крошка рисования помогают с фонами и основными поверхностями лишь от случая к случаю. Вот в чем проблема. Легче рисовать большими участками, когда много народу с руками. Размах шире и дело идет быстрее. Совсем отходя от прежней темы, она машет рукой. Ну или той ее частью, которая у нее есть. Чтобы наглядно продемонстрировать, хотя я и так уже все понял. Ее белые рукав развиваются и мне приходит в голову мысль, что зрелище могло выйти печальнее, чем получилось. Но все же в течение последних нескольких дней это заставляет меня чувствовать себя не в своей тарелке. Как и практически любое напоминание об особенностях учеников Ямаку. Девушка конечно не замечает моих мрачных чувств как и того, что я перестаю ее слушать и продолжает болтать. И поэтому я пытаюсь выяснить есть ли что-то, что нужно выяснить. И выяснить это прежде, чем будет будет слишком поздно и всякая надежда будет потеряна. Почему надежда может потеряться? Потому что краску надо нанести, потом она должна высохнуть, а потом быть закрашена слоем другой краски. Это нужно время. Она наконец останавливается, по-видимому, думая, что пришла к какому-то логическому заключению. Думаю, лучше начать сначала. Значит, это твой проект? Ты сделала? Ты сделала это? Да, да. Все целиком? Да. Очень здорово, но. Я запинаюсь, вдруг почувствовав, что забрел прямо в центр минного поля. Все нормально, можешь это произнести. Может быть, я даже не разозлюсь. Я сильно краснею, даже не знаю, что тут правильнее будет сказать, если вообще можно что-либо сказать. Однако кажется, что я буду куда более чувствительный, чем Рен. Действительно очень неловко. Ну и в такой неловкой ситуации мы оставим их уже до следующего раза. Что же, на этом на сегодня все, всем спасибо за просмотр и всем пока! Субтитры